Слово По земле засиял небосвод голубой А потом Появились растения, звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, друзья! Друзья, сегодня мы вновь обратимся к творчеству Русской писательницы начала 20 века Лидии Алексеевны Чарской Вы уже с ней знакомы, помните? Мы с вами читали ее книгу Записки маленькой гимназистки А сегодня Мы будем читать еще одну Не менее интересную повесть Чарской Называется она Лишний род Итак, приступим Отец Паисий Священник бедного Пригородного Слободского прихода Только что закончил Свою вечернюю молитву И готовился лечь в постель Как неожиданный стук в дверь Заставил его вздрогнуть И насторожиться Был 12-й час ночи И поздний посетитель Не мог не удивить Отца Паисия На улице стояла Непроглядная Январская вьюга Крутила метель Залепляя редкие Слободские фонари И нестерпимо Жутко Выл-завывал ветер Отец Паисий Торопливо Прошел в сене Кто тут? Батюшка До вашей милости Пришли Не откажите Прийти Напутствовать Умирающую На ладан дышит Необходимо Поисповедовать Причастить И отходную Прочитать над ней Кто умирает-то? Осведомился Священник Снимая тяжелый Крюк у входа И пропуская Позднего гостя В сене Да бобылка Слободская Здешняя Муж-то Давно Помер А она На здешних Наших Пригородниц Портня жила Дюжа Захворала Бедняка Соседи Мы Я башмачник Иванов Не откажите К Федосевне Христораде Пройти Хорошо Хорошо Пройду Господь В своей милости Никому Отказывать Не станет А нам Грешным И подавно Воле Его следовать Минут через десять Из дома священника Вышли Две темные Фигуры И замаячили Среди метели По Слободской Улице Ветер Рвал Нестерпимо И валил С ног Потников Вьюга Залепляла Им глаза Метель Свистела В уши Около Покосившегося Домика С двумя Крохотными Оконцами Сапожник Остановился Вот сюда Пожалуйте Батюшка Да поостерегитесь Ступеньки У них Подгнили Того и гляди Провалятся Уже в сенях Отца Паисия Встретил Запах Лекарств И то Неуловимое Сопровождающее Присутствие Тяжело больного В доме Настроение Которое Определить Словами Нельзя И которое Можно только Прочувствовать Бледная Полоска Света Игравшая Под Недоходящими До пола Дверями Помогла Пришедшим Найти И саму Дверь Сапожник Пошел Первый За ним Проследовал Батюшка В комнате Освещенной Огарком Находилось Несколько Женщин Они о чем-то Усиленно Совещались Окружая Постель Состоявшая Жесткой Широкой Лавки Сброшенной Нее Подушкой И каким-то Грязным Трепьем Заменяющим Матрац На этом Но больная Больная Ни словом Ни движением Не дала Понять Что что-то Услышала Глаза Федосины Пустые И жуткие По-прежнему Ничего Не выражали А рот Продолжал С хрипом Выбрасывать Дыхание Священник Приблизился К иконе Чтобы совершить Последний Обряд Над умирающей Отысповедовал Глухою Исповедью Больную И раскрыв Над головой Ее требник Начал читать Отходную Не успел Докончить Молитвы Отец Паисий Как душа Ее Отошла В лучший мир Отец Паисий Медленно Осенил Крестом Умершую Зачитал Над нею Молитву И стал Завертывать Крест И требник В Епитрахиль Неожиданно Широко Распахнулась Дверь И в горницу Стремительно Вбежал Мальчик Лет 12 Это был Вася Единственный Сын Покойницы Он бросился К матери Обхватил Ее тело Прижался Лицом К ее груди И так И застыл Без слов Без движения Отец Паисий Направлявшийся Было В сене Приостановился И не отрывал Глаз От мальчика Куда же Теперь денется Мальчик Есть у него Близкие Родственники Какое Батюшка Ведь приезжие Они И сказывают Люди Никого-то У них Не только Что близких Но и дальних На свете Нет На глазах Священника Выступили Слезы Получасом Позднее Отец Паисий Шел Обратно К церковному Домику Он вел За руку Васю Еще там В домике Федосина Священник Решил Взять К себе В дом Сироту Когда он Объявил Об этом Васе Мальчик Безучастно Взглянул ему В лицо Своими Грустными Глазами И не Произнес Ни одного Слова На завтра Погода Совершенно Неожиданно Шушукались Их было Семь человек Старший Гимназист Митенька 14-летний Подросток За ним 12-летний Киря Тоже Гимназистик Белокурый Плотный С задорными Огоньками В серых Бойких Глазах 11-летняя Маня Бойкая Живая Девочка С хитренькой Мордочкой Лисички И 9-летняя Люба Бледная Худенькая Задумчивыми Глазами Девочка Затем Шло еще Трое Малышей Шура И Нюра Две девочки Погодки 6 и 5 лет И хорошенький Трехлетний Карапузик Леша Вот дорогие Друзья Какая большая Семья Была у отца Паисия Целых Семеро Детей Интересно Как они Встретят Приемыша Васю Мы узнаем Это В следующий Раз То есть Завтра Когда вновь Вернемся К повести Лидии Алексеевны Чарской Лишний Рот До свидания Друзья Ангелы Вам Хранители Редактор субтитров Редактор субтитров